Всем привет, в этом видео сделаю два боковых кивка для ловли осторожной рыбы на тонкие резки и легкие мормышки и второй кивок для рыбалки на карпах в корягах и крупного карася в камешах и окна в кувшинке и так боковой кивок я буду делать из упаковочной ленты, которую можно найти возле почтового отделения такая лента достаточно хорошо держит форму, чем и приглянулась мне для будущего кивка отмеряю 25 сантиметров с одной стороны отмечаю 6 миллиметров, с другой 3 провожу линию отрезаю на втором кивке размечаю 5 миллиметров и два с другой стороны размечаю места под петли петли для кивка можно сделать из проволоки от таких бубенцов снимаю пружину внутрь завожу стержень от заклепки и распускаю но более правильным будет использовать нержавеющую проволоку 0,6 миллиметра делаю петли один конец петли завожу внутрь для лучшей фиксации на кивке крепить буду с помощью тонкой рыболовной нити приставляю петли приставляю петлю к метке и обматываю от ватной палочки от ватной палочки отрезаю чуть трубочки приставляю на конец кивка и обматываю нитью затягиваю узел затягиваю узел проклею суперклеем флюоресцентным лаком закрашиваю флюоресцентным лаком закрашиваю крепить кивок к удилищу я буду с помощью такого сигнализатора поклевки нужно сделать небольшую доработку так он будет крепиться к удилищу а с этой стороны у нас будет кивок делаю два небольших паза у них нужны для плотной фиксации на удилище от лишних элементов избавляюсь из той же ленты отрезаю отрезки по 5 сантиметров они будут служить амортизатором как для рессоры для кивка заполняю термоклеем и вклеиваю кивок петли на кивку петли на кивку должны быть направлены в сторону крепления сигнализатора теперь сделаю крепление на удилище для кивка снимаю тюльпан предварительно разогрев его зажигалкой две термоусадки разного размера одеваю на бланк удилища ставлю на место тюльпан из мягкой проволоки делаю само крепление видите а смикновенный 給 один один обжимаю трубочку что поменьше далее сверху проволочные крепления и обжимаю трубочкой побольше теперь одеваю сам кивок и зажимаю крепление нить от удилища проводится через тюльпан, а потом через сам кивок вот так боковой кивок выглядит в сборе для деликатного бокового кивка я буду использовать вольфрамовые мормышки которые покупал в алиэкспрессе в каждой пачке идет 10 мормышек, заказал в двух весах, пол грамма и 1 грамм ссылку где покупал оставлю в описании а на карпо карасевый кивок сделаю мормышку вот с такого обмедненного вольфрама крючок будет японский от гамакатсу шестого номера этот крючок специально создан для каменистого дна и дна с ракушкой благодаря добавлению сплав крючка вольфрама и ванадия он на 20% прочнее и сильнее других крючков вольфрамовая бусина весит 1,25 грамма зачищаю крючок в районе ушка ложу одеваю вольфрамовую бусину чуть паяльного флюса благодаря медному покрытию вольфрама припой отлично ложится на него эти бусины я также приобретал в алиэкспрессе после промываю в растворе соды полграммовая мормышка на первом кивке граммовая мормышка ну и полтора граммовая мормышка на карповом кивке граммовая мормышка на карповом кивке этот кивок будет основным по лету этот кивок будет основным по лету мормышки я обычно привязываю на нить или флюрокарбон нить завожу со стороны жала крючка нить завожу со стороны жала крючка и затягиваю мормышка привязана правильно всегда будет направлена жалом вверх когда вы ее ложите на дно и так прибыли на водоем закальмливаю место одеваю червя если ловим карася или карпа то упускаем мормышку на дно и передвигаем ее ступеньками с паузами как только рыба прикоснулась к мормышке мы сразу это видим по кивку и потекаем укрелка есть ого хорошая чуть чуть ого 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 ого